Сегодняшняя Россия И так или иначе завязаны на Кремль И какую бы оппозиционную Такую квази-оппозиционную риторику Они не использовали, понятно, что Все-таки их свобода определяется длиной кремлевского поводка Внутри России На сегодняшний день Любая политическая деятельность Я повторяю, любой вид политической деятельности Возможен только При разрешении Кремля Другое дело, что в Кремле Учитывая опять вот такую долгую историю Пребывания у власти Есть разные тоже представляющие о том Как это надо делать И обычно превалирует такая более гибкая Точка зрения, что, кстати, придает режим устойчивости То есть на самом деле не просто все задушить Все закрыть, все заклепать Потому что эффект будет закупорить до у чайника А который может взорваться В любую минуту А именно постоянно предоставлять такие Возможности выпуска пара То есть какую-то возможность пристроиться А часть просто достаточно откровенно В общем, работает-работает На действующую власть Поэтому опасности Кремлю, путинскому режиму Эти организации не представляют И это, я бы сказал, такое кремлевское ноу-хау То есть они вот довольно тонко чувствуют вот эту грань То есть там, где есть реальная опасность Путин, хочу повториться еще раз Как диктатор, который много лет находится у власти Он остро чувствует опасность И вот Украина как свободное европейское государство Это просто смертельная опасность для путинской диктатуры Потому что это демонстрация там уже Тем активным людям в России Что надо жить по-другому И поэтому разрушение украинской государственности Вот тотальная вот такая война против Украины Как бы на всех уровнях От гибридной подрывной деятельности до прямой агрессии А это вопрос для путинского режима Вопрос выживания Для Путина поражение в Украине означает катастрофу России Режим подошел сегодня к той черте За которой компромисс будет восприниматься населением как слабость Да, населению России России, естественно Диктатор должен выглядеть сильным Он не обязательно должен быть сильным Я подчеркну Он должен выглядеть сильным И Путин это инстинктивно понимает Как только диктатор дает слабину Вот тут же вылезают все эти противоречия И учитывая те проблемы, с которыми сегодня сталкивается режим Путин никоим образом не может показать слабость Поэтому компромиссы по Украине, мне кажется, невозможны Я не знаю, возможно ли эскалация сейчас Потому что эскалация тоже потенциальный риск Хотя не исключено, что прижатым к стенке Путин может пойти на эскалацию на украинском направлении И хотя Белый дом сейчас яростно сопротивляется Тем не менее процесс все-таки двигается И я думаю, что принятие новых санкций В самом жестком варианте неизбежно Более того, мы также понимаем, что Если посмотреть на, скажем, на всю администрацию Министр обороны США И, скажем, глава Совета национальной безопасности Два генерала Генерал Матис и генерал Макмастер Они по вопросу России, скажем так, занимают Несколько иную позицию Они не вступают в прямой конфликт с президентом Но достаточно очевидно, что американский военный эстеблишмент Американский разведсообщество Американский политический класс Они для себя четко определили Что проблему путь надо решать Потому что это уже вышло за рамки России И даже вот того, скажем, периметра Который они могли бы еще допустить Как меньшее зло Говорим про экономические санкции Которые, ну, такие двухуровневые Которые включают в себя санкции Против отраслей, как бы ключевых отраслей Российской индустрии Задевающие, в том числе, скажем, военный экспорт России То есть такие важные статьи Получения выручки, валютной выручки И, конечно, индивидуальные санкции Против конкретных людей, олигархов Связанных с Путиным Но что очень важно Этот новый раунд санкций Он будет включать в себя и членов семей То есть на самом деле Ну, стало очевидно, что Бессмысленно просто вводить санкции Против олигарха Который там вынужден будет отсиживаться в России Пока его жена, дети Управляют его этими состояниями Где-нибудь в районе Швейцарии То есть на самом деле И вот сейчас, впервые, впервые за сто много лет Вот эти гигантские состояния Которые были созданы воровством в России И переведены там на Запад И там находятся в офшорах А во многих местах как бы уже легально Принадлежат российским олигархам Их семьям То есть вот эти все вот эти сотни миллиардов долларов Которые непосильным трудом были нажиты в России И вывезены за границу Причем, когда я говорю за границу Это же не Китай, не Иран, не Венесуэла США, конечно Нет, причем США, Англия, Франция То есть мы понимаем, что это все вот от Риги до Майами Мы просто можем увидеть, как вот это Все вот это, все это заполонили вот эти деньги Вот это все оказывается под угрозой А это может создать принципиальную ситуацию в России Вот именно это Никакие-то мифические там муниципальные выборы Никакие там, какая политическая активность внутри России Которая, повторюсь еще раз, как бы контролируется Кремлем Вот И разрешается в допустимых дозах Это реальная угроза существования режима Потому что путинская власть базируется на его гарантиях Российской элите Что капиталы, которые наворованы в России Будут в безопасности находиться на свободном мире Вот есть только один вариант, который невозможен Диктатор, проигрывающий выборы Вот это невозможно Вот смена власти путем, как бы, вот этих так называемых выборных процедур Эволюционным путем невозможна Поэтому вы и не участвуете Нет, поэтому это бессмысленно совершенно Потому что организация, которая создавалась в 2005 году в России Объединенный гражданский фронт С самого начала записала в своем уставе цель Демонтаж путинского режима Вот выборы работают как раз на укрепление режима Потому что добавляют им легитимности Потому что ослабляют аргументацию тех Кто, как я, как Боря Немцов, покойный Работали над ужесточением санкционного режима Понимая, что именно это является угрозой для Путина Любая форма легитимизации режима внутри страны Она, в какой-то мере, ослабляет нашу аргументацию Потому что позволяет несчастливому путинскому лобби Путинской агентуре по всему миру Говорить о том, что, на самом деле, в России все не так очевидно Не так это самое Но финал может быть совершенно разный Ну, на самом деле, финал-то один, как бы, для диктатора Но, на самом деле, на сценарии могут быть разные Можно самые разные варианты В том числе, мне кажется, не представляется невероятным вариант Какого-то частичного распада страны Ну, в силу того, что крах диктатуры имперской Всегда приводит к тому, что территория империи уменьшается Это не обязательно Но, тем не менее, мы понимаем, что там ситуация На том, что в Северном Кавказе Она, как бы, линейное решение не имеет Это и, естественно, геополитическое внешнее Это геополитическое поражение Это внешнее давление Это брожение в элите Раскол Нарастание недовольства Плюс активизация улиц Тоже важно отметить здесь Никогда в истории Уличные события не приводили к смене власти Пока диктатор был не усилен И, кстати, вот всегда такая вот мистическая связь То есть, вот люди выходят, когда они понимают, что вот диктатура слабла Вот надежда на то, что, знаете, экономическая ситуация будет ухудшаться И люди сразу выйдут на улице Нет Вот если они понимают, что диктатура сильна То ухудшение условий жизни будет означать, что они просто будут экономить, будут Они будут думать, как выживать То есть алгоритм поведения человека Вот, как бы, рядового, как бы, гражданина Он все-таки определяется вот его представлениями о том Может он что-то поменять или нет Вот если сильная власть, даже она выглядит сильной Неважно, является она сильной или нет Если он считает, что она сильна, то ничего не произойдет Есть мой прогноз, есть мое представление, что надо делать Не факт, что мой прогноз реализуется в ближайшей исторической перспективе Но для меня, вот, как бы, вопрос именно в таком ракурсе никогда не стоял Путинский режим совершил много преступлений Как внутри страны, так и за рубежом Для того, чтобы у России было будущее Представим себе Парламент свободной России должен сделать две вещи Во-первых, конечно, отказаться от советского правоприемства И, как бы, заклеймить преступления коммунистического режима И точно так же обойтись с преступлением режима путинского В этом плане, там, преступление, совершенное внутри России Как, скажем, экспроприация ЮКОСу И передача, там, своим подельникам Просто самую успешную российскую компанию И аннексия Крыма Это явление одного порядка Это акты бандитизма Как внутреннего, так и международного Все они должны быть одномоментно осуждены Вопрос о принадлежности Крыма не стоит То есть, как бы, решение о его возврате под украинскую юрисдикцию Должно произойти один момент Другое дело, что сам по себе процесс Мы понимаем, но все-таки есть очень большое количество людей Которые, в общем, должны как-то Как-то встроиться в новую реальность А сам процесс, как бы, вот, там, интеграции Он займет некоторое время Повторяю, под юрисдикцию Украины Просто я надеюсь, что, как бы, что Новая российская власть и украинское правительство В тот момент они все-таки, ну, найдут способ, как бы Передачи Интегратия, передачи Опять, юридическая передача должна произойти в течение 30 секунд Вот, как бы, это был одномоментный парламент Который, который, я повторяю Как бы, отвергает Вот весь список путинских преступлений Как бы, как внутри страны, так и за рубежом Дальше просто это уже такой длительный процесс Просто именно реинтеграции Просто связанный с тем, что, ну, случились какие-то вещи Там, какие-то акты Надо забрать оттуда, как минимум, армию своих чиновников Нет, 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 я повторяю Это все должно происходить под юрисдикцией Украины Я полагаю, что международное сообщество все-таки поможет Именно интеграции, ну, людей просто обратно в Украину Это болезненный процесс Мы не хотим, все-таки, мы же знаем историю Были судеты, как бы, и потом, в принципе, когда Когда Германия была разгромлена Потом начались гонения против немцев Немцев, которые жили в суде Но украинское правительство говорит, что только коллаборанты Открыто работающие Нет, естественно, нет, вот очень важно Вот для этого важно, чтобы просто Это касалось коллаборантов, а не, как говорится, всех Это, повторяю, это вопрос переговорный Который никоим образом не касается вопроса юрисдикции Вот никаких референдумов Вот все эти двусмысленности надо оставить в стороне То есть это украинская территория Но мы понимаем, что все-таки, ну, есть много людей Как минимум сотни тысяч, которые, в общем-то, не являются коллаборантами Не являются пособниками путинского режима Это агрессия И надо понять, как, в общем, как там реинтегрироваться Обратно в украинское политическое и экономическое пространство